мы продолжаем нашу беседу и к нам подключился еще один наш собеседник практикующий одно из направлений боевых искусств и технологии улучшения своего тела сознание чего угодно и даже искусство чай пить чай мы поговорили о дружбе первый кодекс вообще говорим о кодексе и первый пункт стоял как бы дружба и мы поняли почему она да так наше мнение почему дружба на первом месте потому что практиковать одному человек еще такое создание что он не может один быть все равно кто-то рядом будет поэтому если рядом враги да и нет дружбы вот между нами хотя бы мы не мы не дружбе большая маленькая у нас есть определенные приятельские дружелюбные отношения дружбы как бы дружелюбно дружбы это громкое слово да ну большое слово уже такой объем ну здесь сказано самое чистое всех человеческих чувств так вот дальше второе пункт этого кодекса уважение и дополнение к этому написано без уважения нет доверия вот что ты скажешь про уважение я тебя уважаю но это не сейчас чуть позже чуть позже да но уважение это как вот эти слова все это фундамент такой на котором могут вырасти взаимоотношения скажем так а без уважения потенциальному противнику получается тоже можно его недооценить если уж мы так дальше пойдем мы в контексте соревнований поэтому твой сопернику он не враг тебе а если ты его уважаешь что он может сдать и другом вне ковра и что соответственно будет улучшать обоих людей потому что почему я говорю если нет уважения то будут использоваться наиболее такие как запрещенные запрещенные грязные для грязной технологии чтобы получить какую-то медальку но тогда получив медаль блестяшку ты потеряешь намного больше но это если ты говоришь соревновать а если просто может ли но мы про практику это же хорошо практика боевых искусств для тем что ты вот занимаешься акидо а они практикуя акидо можно ли развить себе вот такого качества как а уважение да даже как люди посторонние тоже ну как они здравствуйте пожалуйста они даже зал уклониться то есть вошел зал поклониться вышел на это ритуал скажем так и это вот если ты его делаешь проявляешь что ты не просто ритуала уважение к месту где ты практикуешь а следующий уже этап ты проявляешь уважение к тем людям с кем ты практикуешь а следующий уровень что ты же практикуешь не не в пустыне то есть тебя тоже люди окружают на администратора охранники там а может быть добро и кстати я хотел спросить и про дружбу и про уважение в контексте все вот было дружба вот говорят так вот мы были друзья теперь мы не друзья можно ли может ли вдруг может дружба стать недружбой тогда получается она не была дружбой почему на тот период было но как бы мы же не желали момент передать мне кажется рассматривать на не рельсы или ну кто-то может заболел да и неправильно было гордыни отношения и правильный мой ты может и не было никакой дружбы почему она что была и любовь была там как бы если так более уважение можно потерять вот было я тебя уважала теперь эти не уважают вот такой еще и для такие разговор но когда потерять уважение ну если у тебя блажь случилась какая-то с головой ты поссорился допустим это уже как бы психо какие-то такие я не было одно объяснение ну конечно не на камеру ну скажи объяснение почему мы же мне очень понравилось только если это ну мы как бы стараемся в рамках цензурной речи имею 40 рублей цена сигарет курю хочу очень курить и одновременно хочу в туалет туалет платный 10 рублей если схожу в туалет не смогу купить сигареты если куплю сигареты не смогу зайти в туалет не вытерпим что мне делать я думаю наверное лучше сходить в туалет лучше умереть достойно чем с мокрыми штанами купил сигареты как на тебя люди посмотрят если у тебя будут мокрые штаны но ты променял всего лишь сигареты уважение теряется же моментально мне очень это грузин взрослый мужчина уже за 60 когда выбор делал что я почему-то или вот про уважение металла у нас меня будут же уважение не давили на этом же примере как можно доверять этому человеку если он применял не что на свое уважение но свое уважение применял на не что если бы он купил сигареты как его можно уважать и доверять ему как я вам не так заполнился этот пример вот и он мне так рассказал это вот и мегицы очень сложные вот эти все вот эти вот эти кодексы они настолько а через себя надо наверно пропускать вот достоин ли я уважение или достоин ли я уважение или достоин ли я уважать других или могу достоин ли я уважение или могу ли я уважать других вот тоже как где эти критерии доверие манипуляции уже мы тогда один из критерий это доверие то есть доверие да доверие это вот в контексте наших тренировок да допустим почему дружба то есть если дружба почему уважение то есть можно ты свое свое здоровье доверяешь человеку чтобы он мог практиковать потому что можно любой прием закончится до травмы но бывает если просто травма которая заживая бывает травма которая вообще не пожизненно а бывает можно так шандарах на человека что это и все да поэтому возвращаемся к безопасности и ты вот уважаешь и доверяешь человеку то есть не мешаешь ему не контришь ну позволяешь если тренировочный процесс мы берем то ты позволяешь ему повысить свое мастерство ну когда отрабатывается сначала похлёжность сопротивляется потом человек ругают что чё ты там не сопротивляешься на сопротивляции у некоторых новичков как это диссонанс такой случается когда надо сопротивляться когда не надо сопротивляться то есть в момент научения приема надо чтобы партнер тебе помогал поддавался а в момент совершенствования то есть надо чтобы он наоборот не давал тебе вот еще эти вопросы со временем так быстро решаются что кажутся такими уже известны а для новичков это тяжело то есть они приходят и они зажаты то есть они не доверяют значит не уважают и сами боятся они не доверяют а через это происходит и не уважение понимаешь как бы тебе мне а ты мне не доверяешь значит имени как бы не уважаешь не видишь во мне человека который может сделать так чтобы не навредить и да то есть они просто не доверяют об уважении мы сейчас не говорим то есть мы сейчас о доверии это один из главных пунктов и рамы тоже салова уважение правильно да что никому не доверять тренер вам я в нить как и вовсе а ведь и более для давали это правильно смотри но видишь вот моей методики почему потому что как научить вот неожиданности фактор неожиданности то есть человек же и наборским занимается а он все цело доверяет тренеру а тренер его повел там искусство боевое искусство на то и настроено что ты должен сделать так чтобы твой соперник или противник шансов ними то есть ты должен настолько войти в его доверие чтобы он настолько тебя зауважал просто его ликвидация произошла так незаметно что он даже просто был уже некому удивляться да то есть это жизнь целое искусство вот я сейчас вхожу в тебе доверие ты начинаешь меня уважать следующий третий пункт искренность и здесь вот тогда дописка сейчас искренность выражение чувств без фальши наверное самое главное во взаимоотношении а тогда это не искренность если фальш есть какая-то и она чувствует ну да то есть как бы если фальш есть то искренности нет да да но это как поправка еще чувство так то должно быть потому что бывает искренность нафиг не нужно не спрашивали а ты я такой искренне почему меня никто не любит мы практикуем различные стили направлении боевых искусств где тут искренность в них ну вот это же кодекс а при чем здесь или это не имеет отношения нет это не имеет это вопрос как ты на этом пути стоишь опять мы не на перекладываем ответственность где там искренность в этом пути а где как ты практикуешь насколько ты погружен в это доверяешь не не на дорогу сваливать она как бы если ты путник то ты выбираешь дорогу а не говоришь ну я вот сегодня выберу такую более освещенную а кто-то выбирает наоборот более такую там ему более высокую песню такая есть поэтому работа можно свернуть обрыв обогнуть кто-то так идет кто-то ходит да поэтому вопрос как ты сам искренне практикуешь а не то что искренне ли путь по отношению до он он какой есть то есть мы только сами наделяем что-то люди события наделяем она может нейтрально или для одного это ужасом для другого это он в этом живет в кошмаре вот каждый раз смотря на это все еще думаю все это очень сложно сложно потому что есть куча внутри внутри моего сознания куча ограничительных факторов как чтобы понимать вот эти все кодекс кто его составил был человек или полностью лишивший себя ограничение каких-либо либо просто он не знаю но смотри честность вот еще один пункт верность своему слову верность своему слову да тут как видите ну как у нас по словам уже сделал верность своему слову опять же если их боевым искусством мне кажется даже не больше даже вот подходит наше скажем так выражение или к пойти с человеком в разведку то есть ты должен полностью быть уверен потому что как бы среди разведчиков никогда не было передать не не было потому что люди шли как бы и нет ну и там разведка может быть разная разведка может быть как бы и в обычной жизни нет ну я не веду скажем так в нормальной ситуации нормальные боевые условия как бы когда ребята рядом прошли но прошли и реально все понимают что любой момент вот как бы сейчас мочу говорю о честность любой момент нечестности как бы очередной как а берем суда все для всех будет печально всем без исключения если ты что-то тогда слабость может еще хорошо как честность развить с помощью может вот мы допустим мы можем честность развить с помощью практики айкидо а нет я думаю это она еле есть чуть-чуть беременной ты же не может быть то есть мы не можем благодаря практике занятий или благодаря общению с теми мастерами которые уже достаточно высокого уровня развитие себе вот это чувство честности есть или нет его не чтобы нас научили тому что своему слову надо быть верным то есть если я говорю что до учитель я приду завтра на тренировку я приду на тренировку до верность своему слову это честность но я не прихожу на тренировку и мне учитель потом когда я пришел говорит а почему ты был сказал форс-мажорное обстоятельства форс-мажорное я пытаюсь сообщить каким-то образом или если нет возможности сообщить то при следующей встрече я объясняю почему вот то есть я честно объясняю они начинают помнишь в школе были такие вещи там я прогулял урок почему ты прогулял урок я там собакой там чего-то еще там что-то сказки в лифте заслял там бабушку через дорогу переводил такие ровно здесь как бы нечестность то есть я слову своему не верю то есть нельзя развить но если форс-мажор вот ну как бы честность практикуем мы с тобой технику айкидо какую-то технику мы можем с помощью этой техники развить себе честность нет мне кажется это врожденное это она либо есть либо нет нет она же не развивается то есть технологии технологии боевых искусств невозможно развить честность нет она или есть или ее нету ну у меня пока нет никаких я честно на своем стою опять мы рассказываем мнение мы как бы мы проверяем все принципе может быть через какое-то время что-то изменится хорошо скромность вот такой скромность говорить о себе без гордости что скажете можно развить и развить струм а а не развить практикую когда вы искусствовали можно она может появиться может не появиться скромность да а скромность появляется от уверенности то есть если ты уверен то тебе не надо в пыжица и ты становишься Подожди-ка, скромность появляется от уверенности Да, если ты уверен, ты можешь быть скромным А если ты не уверен, то это уже не скромность, а как-то чуть-чуть другое слово какое-то Сильный может быть скромный А если ты слабый, то ты не скромный, а ты трусливый тогда получаешься А не складываются ли, смотри, первое, второе, третье То есть если у тебя есть дружба, уважение, ты дружелюбен, уважителен, искренен Честен, то соединив все это, мы выходим, потому что ты и априори будешь скромным Не факт Ты можешь быть честным, дружелюбным и не скромным Скромным, говорить о себе без гордости Ну, гордость, гордость это вообще классная штука Быть скромным это говорить, ну, как вот здесь написано, скромность Говорить о себе без гордости А что такое без гордости? Это плохо То есть вообще не говорите себе? Да нет, я не про это Вот они говорят, без гордости, вот тоже лучше, допустим А гордость должна быть у тебя, своя гордость, не гордыня То есть это вот чуть-чуть такие тонкие понятия Вот здесь неправильно как бы это написано А может быть и не правильно Может говорить о себе без гордыни? Ну, так было бы лучше А гордыня и гордость разные вещи? Конечно Ну, давай-ка скажи, что такое гордыня и гордость в твоем мнении Гордость, когда ты рад своим достижениям, а гордыня, когда ты не кичишься Гордость, когда ты рад своим достижениям Да, ты рад А гордыня, когда ты не кичишься То есть я же вот мастера, а ты типа никто, да? Да, да Или я достиг уровня мастера Ну, достиг уровня мастера И ты рад И благодаря этому я могу помочь тебе Да Тоже достичь этого уровня То есть ты как бы гордишься своими достижениями? Ну, не то, что ты не гордишься Ты ее не теряешь, допустим Не позволяешь другому человеку тебя унизить То есть до определенного предела ты допускаешь ее Скажем, который сам Понимаешь, чтобы избежать вот этого То есть добровольно управляешь Но добровольно тоже и могут отдать там Властность с собой Практикуя боевые искусства Скромность можно развить? Скромность? Можно Если у тебя есть Или гордыню взрастить Два Или гордость Нет, гордыню я не знаю У нас прям можно смело два примера Можно вот прям вот визуально два примера На людях Взять Можешь сделать пока потише? Мы потом пойдем, когда попарится Включим чайник Он сейчас будет орать А мы потом Мы как в поезде Или как на... Горды фигары Как бы... Неминимая значимость Да А у нас прям два же есть момента, да? Реально Прям на людях могу Реально могу сказать Без имен Без имен Ну просто скажи там Он и она Нет, он и он Он и он Мы не объявляем Адрес И имена Можно просто имена Все имена Вымышленные Совпадение случайное Ну а что не так? Сергей и Дима Разница есть В скромности Есть скромность И нет скромности Как хороший пример А что нет? Учителя Поспорь со мной Попробуй мне что-нибудь Скромность Ну давай, ну скажи Как это выражается? Как это вырождилось В этих людях? Вообще легко Один человек просто Вот реально скромный Ну это потом Без камеры Скромный он почему? Потому что он мастер А на самом деле У него как бы высокие достижения Очень высокие достижения Но он вообще супер скромный Но Да Даже не объяснить Насколько скромный Но достижения очень А у другого человека Достижения Не очень далеко Но Мне то себе Больше чем Ну пытается А как вы думаете Скромно или не скромно Если имея Вот допустим Маленькие достижения Вот у меня большие достижения Допустим Допустим У меня очень большие достижения У тебя Влад Небольшие достижения Огромные Подожди Подожди Я не хочу У тебя не больно С моей стороны Не скромно Указывать На мои достижения Чтобы В нашем разговоре Допустим Я говорю Влад Ну что ты тоже мне говоришь Ну ты же Ты же там не был чемпионом Ты же не был этим Ты же не был тем Это классное Это другое Это другое Вообще совершенно другое Это не скромность Это другое Это второй пункт Мы смотрели Уважение Не скромное Уважение Если будешь Получается Рому указывать Как ты говоришь Просто уже неуважение Нет Это роли другие Учителя Или ученика То есть Можно попутать Но лучше конечно Находиться больше И в роли учителя Можно находиться Но В жизни Лучшая роль Ученика Понимаешь Подходит Что ты Это Кажется Что Но мир Необъятный Что ты там И смотря Достижения Относительно чего Большие Опять Это уровни Во дворе Они могут быть Большие Правильно На улице Твои достижения Чемпион мира Да Помнишь При нас Врача Чемпион России По самбо Это проходил В городе В деревне Да В деревне А мы даже И такое название Этой деревне Не слышали ни разу Но там проходил Чемпионат России По самбо Или по самбо Да Был такое И все И мы там Медали навручали Грамот Мы стояли Вот такие ступки Там медали И ребят навешали Там А они Все с Пушкина Вся команда На чемпионате Был А других не было Они всех победили Нет Я про достижения Они же могут быть Двора Улицы Города Понимаешь И тогда Как Здесь ты можешь Конечно В своей Песочнице Там быть А чуть Огляделся Ух ты И поэтому У тебя Если ты сравниваешь Появляется С кровью Как тоже